Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот всё, что мы сегодня учим, о чём говорим, и вообще каждый день — это работа между товарищами, относительно товарищей. Наш одно из ключевых понятий. А вообще какие критерии товарища? Это товарищи, товарищи в пути, когда мы хотим достичь одной цели, мы выясняем её вместе и всё время направляем себя на одну и ту же цель. Вначале мы не очень-то соединены. Мы всё больше и больше выясняем цель, и тогда мы видим, что мы должны быть ещё больше и ещё больше объединены между собой и всё больше и больше направлять себя на цель. И так вот мы строим объединение между нами, пока не приходим к такой форме объединения, которое подобно Творцу, и тогда приближаемся к нему. Это такое выяснение постоянно. Нахон. Я не знаю, как сказать. Правильно. Сейчас попробую помягче. Есть десятки такие, которые вообще практически не появляются. Мы их не видим на уроках. Но мы очень хотим быть вместе и пробуем вообще все возможные способы и давить, и наоборот мягко, или как-то нейтрально. Но как-то не видно, чтобы было какое-то продвижение. Но это боль. Это настоящая боль внутри. И непонятно вообще, стоит ли применять всё, чему нас учит Рубаш, относительно таких товарищей. Или есть такие, которых вообще ни разу не видели ни на уроках, ни на созвонах, но они есть в десятке. И непонятно, как относиться к ним, как им помочь, и вообще стоит ли применять то, что нам Рубаш учит в статьях про группу. Нам надо быть открытыми для всех. Кто хочет подсоединиться, у кого-то есть правильные, добрые мысли, и он не хочет вредить группе, тогда, чтобы у него была бы возможность подсоединиться и продвигаться с нами, ну хотя бы на один шаг. Мы едем по какой-то дороге, ну так по этой дороге мы проезжаем от одной станции к другой станции. Да, малая часть. Ну так они всё-таки что-то сделали. Будет у них включение в нас. Так, нам надо эти вещи рассматривать, а не идти с силой, а работать с такими людьми, с такими товарищами, которые только так, которые находятся с тобой постоянно. И тогда у вас всё получится. Хорошо. Последнее. Вот то, что вы сказали чуть ранее, о том, что те, кто сейчас не проходят с нами эти уроки, то они отстанут сильно, а мы идём вперёд. Вот это действительно пугает. И ну что, просто, то есть, держать товарищи десятки. Вам нужно при всём продолжать. Вот тот, кто с вами и вся мировая группа, не забывайте, вы находитесь с нами вместе, и поэтому в итоге, в общем, есть между нами вот один, единый организм тела, который продвигается к поручительству вместе. А кто приходит, не приходит в твою маленькую группу, ну что делать? Ну, есть какие-то такие причины, потом мы сможем их тоже исправить. Не волнуйся об этом. Волнуйся и заботься о тех, кто находится, чтобы объединение было между ними. Спасибо большое. Москва 6. Спасибо.